...от церкви впервые. Вот, это как не любят себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Нравится мне этот расклад по империи. Значит, у нас гонение по Децию, вы поняли, да, в чем там была суть. Такое хитрое вообще гонение. Ну вот, опять-таки, циничное, да, такое, ну, страшное. Да. Ну, скажем так, посмотрите историю. Все империи закатывались. Правильно я сказал, закатывались? Да. Ну ладно, закатывались, скатывались, да. Поэтому, ну, закат закату рознь, но просто... Советский Союз там закатился. Все по чуть-чуть закатывались. А, да, это бунт. Нет, просто в чем суть? Я-то, как мне кажется, теряется контроль за какими-то процессами. То есть вот лет пять назад, если бы я обрезал рукава в школе, ну, выводы были бы большие неприятности. У меня мама учительница, то есть были бы... А даже бы не учительница, нашли бы, вызвали бы и... Ну, то есть система работала жестче. А здесь начинаются сбои. То есть оно все идет, и потом распад Советского Союза происходит. То есть вот так вот рушатся империи. То есть и появится там... Было же Лебединое озеро у нас, вы помните, да? Ну, не по причине того, что трубы гудели, когда умирал очередной инсек, а там и КЧП. Но вот они просто почему-то, системы начинают рушиться. И как я вижу, что никому не удавалось... То есть крах системы, он очевиден, когда происходит падение. Но его не остановить, когда происходит падение. Посмотрите историю Израиля, друзья. О чем мы говорим с вами? Бог посылает пророков, которые что говорят? Обратитесь к Богу, обратитесь к Богу. Что люди делают? У нас все хорошо. Вот этот момент. Кто ты такой? Кто тебя звал? Кто тебе рад? У нас все хорошо. То есть момент, когда... Вспомните даже наш недавнешний рассвет экономический подъем. Это вообще кредиты у всех, люди на машинах, к примеру, пошло-пошло. И человек теряет почву под ногами на какой-то момент. И когда кто-то приходит, ну, там, чуть-чуть адекватный, начинает ему что-то говорить, человеку очень сложно воспринять эту информацию. Касается всех, друзья. Я не говорю о ком-то, кого здесь нет. Слышите? Включая меня самого. Поэтому вот этот момент падения, его остановить практически невозможно. Но Бог обращается где-то вот здесь вот, когда все еще хорошо. Когда все еще внешне нормально. И у нас так происходит. То есть к нам Бог говорит, Семен, ты не прав. Когда у Семена еще, внимание, все хорошо. А если у Семена уже пошло крутое пике, как там в роллер... Я извиняюсь. То это уже другое кино. Это уже... То есть там уже нужно, ну, быстро что-то решать. Так же с империей. Вот они пытались остановить это падение. Но оно шло. Оно просто шло. Диоклетян. Диоклетян. Появляется у нас такой человек. Вы о нем слышали. Может, даже сами того не знаете. Он у нас царствовал, государствовал с 284-го по 305-й. Диоклетян. Такой интересный человек. Кстати, очень толковый мужик. Очень. Да, вы правы. Там дурных нема. Что он делает? Он понимает, что там империю сотрясают гражданские. То есть все чего хотят? Каждый мнит себя императором. На его месте. И он понимает, что эти воины за престол будут сотрясать империю постоянно. И он делает ход конем. Эдакий. Он делит империю на 4 части. Во-первых, именно он делает деление на запад и восток. Потом он делит запад на 2 части и восток на 2 части. То есть образуется в империи сколько частей? он вводит это такая вот у нас жирная линия. Здесь у нас получается Господи. Здесь у нас есть август и здесь август. Здесь у нас есть кесарь и здесь кесарь. это реформа Диоклетиана. Он делит одно на 4. И тут вместо одного руководителя у нас появляется аж 4. Главный это август. если август помирает на его место становится тот кто был кесарем. На место кесаря становится некто из тех кто имеет право претендовать на роль императора. Ну это просто это не надо выучивать наизусть. Это просто нам будет немножко важно. Диоклетиан проводит такую реформу. дальше ху из ху. Сам Диоклетиан уходит у нас куда? Да, они все живут. Значит Диоклетиан у нас на востоке. И здесь у него кесарем галерий. Запомните этого парня, что он важную роль сыграет. Галерий, да, как галера. Галерий, галера. Здесь у нас констанций хлор. Хлор, да, хлорка. Хлор. Констанций хлор. И кто же у нас там еще? Кто-то еще? А, Максимиан. Вообще можете и не обращать на это внимания, но мне надо вам это дать. Значит, что у нас происходит? Это просто вот, потому что мы сейчас будем говорить о гонениях, особенно галерий будет вашим. Ну это вот, вы поняли, да, в моих вот этих вот? Да. Слава Богу. Главное было следить, потому что сейчас уже смысл поняли. Да, окей, все, самое главное понять смысл. Значит, в 295 году несколько, то есть смотрите, еще внимание, ребят, вот здесь у Констанция хлора на западе это Британия и Галия. Так, поняли? Это вот там вот. То есть Британия и Галия, поняли где это? Это северо-запад. У Максим, Максим, короче, Максимки, Максимняна, в общем, у него Рим в управлении, у Галерия это Югославия, ну, так, чтобы чуть-чуть, а у этого Турция и у этого Рим и Африка, то есть оно как бы вот на четыре части вот так было поделено. Знаете, у кого больше, у всех, в принципе, у всех красота и порядок, кроме Галерия. Что у Галерии они так? Нет, это да, они у всех, это же империя. Через Дунай лезут, тогда их еще не было, варвары лезут, то есть атакуют через Дунай, Югославия, Дунай, реально воюет один у нас галерии, и для него армия сейчас, у всех были армии, там без армии нечего было делать тебе, но воюет только галерии, для галерии армия сейчас это важно, и в 295 году некоторые христиане, теперь позиция церкви, епископы, я допустим, я говорю, воевать это, я епископ, а вы все церковь, я говорю, воевать это что? Правильно, плохо, не идите в армию служить, мужики посидели, посидели, что делать? В армии платят, и браты взяли и пошли служить, благословили, что делать? Ну, братиш, и вот так вот масса христиан на самом деле оказывается в армии, и вот в 295 году за дезертирство и отказ от службы галерий, галерий там у себя, он казнит нескольких христиан. что он начинает думать галерий? Он начинает думать, что христиане это кто? Зрадники, то есть предатели. То есть, ежели вдруг на нас побегут венгры, ну, извините, венгров тогда еще не было, это они с Урала там позже придут, и тоже, да, слава богу, если вдруг побегут варвары, то христиане будут кем? Дезертирами. И он обращается к кому? Правильно, к Диоклетиану, к вышестоящему, и говорит, у нас, Диоклетиан, проблема в империи. Сейчас как ломанутся на нас варвары, а у нас кто тут в рядах служит? У нас полным-полно христиан. Значит, первый указ, вообще он такой ничего страшного за собой не несет, но давай-ка мы всех христиан что сделаем? Выгоняем из армии. То есть издается указ, которым предписывается всех христиан из армии уволить. При этом всем представляете, кто такие жена и дочка Диоклетиана? Угадайте. Христиане. Жена и дочка Диоклетиана. На секундочку. Вот вам христианство. Вот вам христианство. Диоклетян, да не вопрос, ну а что, надо же, ну, война войной, сами же понимаете. Теперь у галерия получается приходят войска какое предписание? Всех христиан долой. Офицеры говорят, а что, милые люди, а с кем воевать-то будем? Я что сейчас, всех чули тут? И что они делают? Выходят христианство. Начинают под пытками. Ребята, ну-ка давайте отрекайтесь. И начинаются пытки христиан, чтобы те поотрекались. То есть начинаются такие, ну, даже дошло до смертных казней, чтобы остальным неповадно было. Вот что будет с тем, кто, то есть, дальше. В 303 году, вот он у нас этот, помните? Мы говорили с вами. 303 год начала гонений. Галерий опять приходит к Диоклетиану и говорит, значит так, мало того, что они у нас в армии проблемы, они вообще у нас проблемные. Давай так, нужен нам указ, чтобы всех христиан со всех ответственных должностей в империи убираем. И Диоклетиан говорит, давай. И в 303 году следует такой указ. Но мало того, то есть, не просто все христиане должны покинуть, ну, короче говоря, меня сократили, типа того. Вот был я начальником базы там, а теперь я грузчик. Ну, пострадал я за Христа. Если бы только это, мы бы это с вами пережили. Ну, это гонение. Но знаете, что еще вдобавочек, вдогоночку туда издается. Уничтожению подлежат все здания церковные и уничтожению подлежат все книги. Вы представляете, что такое книги тогда? Священное Писание. И вот начинается, то есть, они издают этот указ, и они в этом не видят. И вот приходят христианам, отдавай Библию, ну, к служителям. И что делает служитель церкви? Я Писание. Забери Писание. Забери Писание. Ты забираешь все. Что служители церкви делают? Они не отдают. Кто-то помудрее начинает отдавать Писание еретиков. Эти всегда коррупцию родили, наверное, братья наши. Конечно, по полной программе. Уже был, да. Нет, его там просто в четвертом веке договорились принимать. В 170-м году он уже был практически в полном составе. 170-м. Там договорились только просто собор собрали уже там все. По откровению споры были. там еще пару книг. 3-й Иоанна. Все это уже было. Значит, церковь, вдруг, Диоклетян издает этот указ, он не ожидает, что будет такая реакция, но вдруг на что он натыкается? На сильнейшее сопротивление церкви. И вот здесь, ах вы так, то там начинаются, конечно, пытки и смертные казни. Дальше. В императорском дворце, вспыхивает пожар. И что галерий говорит, как вы думаете? Это вас подожгли христиане. Почему? Потому что мы сжигаем их книги. Говорили христианские историки, что возможно как бы галерий как нейрон. Спичками там поигрался в нужном месте. Значит, после этого Деклетиан разъяренный издает указ однозначный. Во-первых, касаемый своего двора. Все христиане в императорском дворце должны принести жертвы языческим богам. Жена и дочка приносят жертвы. Управляющий императорским дворцом христианин брат Дорофей отказывается и еще несколько человек и мученическая смерть. И после этого начинается новый этап гонений. Где-то происходит волнение. Теперь смотрите еще внимание. Это в основном происходит вот здесь. на запад эти гонения приходят, но немножко не так. Немножко не в той форме. Потому что это мутит у нас кто? Галерий и Диоклетиан. Констанций Хлор, Максиминян у них это они тоже получают эти указы. Это тоже там происходит. Но ревность исполнения немножко другая. Мотивация немножко не та. Значит вот все вот эти гонения вдруг вызывают среди христиан волнение. Да что же это такое? То есть церковь просто возмущена, начинается не заколот, не восстание, но среди людей начинается волнение. В результате Диоклетиан кто-то ему шепчет на ухо, что христиане против тебя замышляют заговор. и тогда Диоклетиан ах вы так значит не просто в императорском дворце все приносят жертвы, а во всей империи все приносят жертвы языческим богам. Все арестовывается, все руководство церкви, просто все руководство церкви арестовывается. Каждый христианин приносит жертву языческому богу. И вот это друзья мои самое жестокое гонение с начала существования церкви именно в 303 году. Что делают христиане? Часть отрекается, но часть с востока знаете, куда бежит? Не, 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 ну, были те, кто на запад, но часть тех, кто вообще здесь живут, в Персию бегут. Ну, те, кто просто ближе. А Персия это враги империи. А Диоклетиан что говорит? Такие они предатели. Вот чуяло мое, говорил мне Галерий, понимаешь? Говорил же. То есть и худшее опасение Диоклетиана в отношении христиан как будто бы сбываются. Вот они неблагонадежные. Вот такие они такие. Значит, тем временем, товарищ наш Галерий, парень совсем не глупый. Смотрите, когда он заканчивается, что он делает? Он приходит к Диоклетиану и говорит, парень, а тому уже плохо, как бы, отрекайся. И Галерий принуждает Диоклетиана отречься и становится императором. А на свое место заводит там свою кандидатуру некого Максимин, имена у них были интересные, Дайя, такое имя у него. Максимин Дайя. То есть Максимин Дайя. То есть де-факто у нас Галерий руководит негласно всем востоком и начинает продолжает сильнейшее гонение на христиан. Это же вы видите буквально всего ничего. Больше того, ему мало захвата востока, он предпринимает попытку вторгнуться на территорию Максимина, то есть к Риму. там у него не все так хорошо пошло, но все-таки под давлением вторгнуться он туда не смог физически, но Максимина он тоже вынудил как и Диоклетиана отречься от престола. Да. И ставит туда тоже своего человека. был там такой север. Это мутки полностью, это игра галерия. А там этих северов было. Как в России Иван. Там короче как у нас Андрюши, Оли, Наташи в одно время, потом Алины, то есть там такой имена как бы похожи были. Мода, да. Папы пи, пи там. И пошло поехало. Теперь, значит, но тут умирает Констанция Хлор. его сын находился в заложниках, его сын Константин, уловили знакомые, да, он находился в заложниках у галерии, он смывается оттуда, прибегает к папе, ну, в смысле, на территорию войска, вау, рады, да. Там была такая мулька, что обменивались детками, чтобы никто ничего не вытворил. Ну, это старое. Вот. Константин убегает из, от галерия, бежит на территорию своего отца, Британия, Галлия, ну, Галлия, до Британии не бежал. И войска, гэй, войска очень любят Константина, очень. И войска полностью берут и воцаряют Константина. Говорят, нам эти галериевские игрища не нужны, у нас Константин. То есть, здесь у нас становится прочно, Константин берет, умер, умер, Константин хлор умер, да, и галерий смылся, о, этот, Константин. И вот здесь у нас становится Константин. тут у нас был Максиминян, поставили Севера, но не тут-то было, вот эти войска тоже его долго терпеть не стали, его сбросили и поставили сына, в общем, уже вам радостно, да? Ладно, короче, поставили сына они предыдущего, Максимиана, Максенция поставили, короче, Максенция. В общем, смотрите так, Запад поставил сыновей, а на Востоке у нас рулит галерий. Так понятно? Все, так понятно. Тут у нас Константин, тут у нас Максенция, Максенция, запомните. В общем, идут-идут гонения, на самом деле гонения, вот эти вот все разборки в империи, а гонения, друзья мои, они не останавливаются, они шли. Вот этот вот Максимин Дая, вот этот сверху здесь, который галерии поставил, он еще тот тоже парень был. Значит, он массово ссылает христиан на каменоломни, видно там добыча шла их. Христиане берут на каменоломнях в свои церкви начинают. Тут да шо ж такое, короче, куда их не это самое. Что он берет там их казнит, в новые места их посылает. Те опять там церкви начинают. И как будто бы вот это гонение, оно непонятно к чему. Понимаете, такая тупиковая ситуация, как будто бы только концентрационных лагерей не хватает, а так уже, потому что изжить их невозможно. То есть мы их туда. Так, чтобы историю сделать короче, друзья мои, 311 год. Знаете, что происходит с галерием? Резко человек заболевает. Просто критично и очень сильно. Что верующие говорят? Ну, вот и пришла ответочка с небес. Галерия на самом деле ему уже не до смеха, он напуган, страшно, и он издает указ 30 апреля 311 года. До него, скорее всего, дошли слухи христиан о том, что это кара Божья. В общем, галерий полностью меняет резко курс корабля и издает вот такой указ, я вам его зачитаю. Среди мер, принятых нами на благо и пользу народов, сначала мы решили восстановить все у римлян согласно древним законам и общественным установлениям, заботясь о том, чтобы христиане оставили учения своих предков и образумились. Поэтому и последовало наше им постановление вернуться к установлениям предков, ну, то есть к язычеству. Очень многие из них подверглись смертельной опасности, большое число было потревожено и умерло разной смертью. Увидев, что многие, пребывая в своем безумии, это про вас, не воздают подобающего поклонения ни богам небесным, ни богу христиан, мы, римляне, по нашему человеколюбию и неизменной привычке даровать всем прощение, решили незамедлительно это после распространить наше снисхождение и на христиан. Пусть они остаются христианами, пусть устроят дома для своих собраний, не нарушая только общественные порядки. В другом письме мы объясним судьям, что им надлежит соблюдать, и в соответствии с этим разрешением христиане должны молиться своему богу о благоденствии нашим, всего государства и о своем собственном. да будет будет все хорошо в государстве и да смогут они спокойно жить у своего чага. Припекло? Через пять дней. Просто через пять дней человек умирает. И слава богу, да? Что умерли? То есть на самом деле вот этот 311 год, друзья, хоть мы и говорили, что 313, мы за него не забыли, в оставшиеся шесть минут я все-таки надеюсь до него добраться, но 311 год, внимание, вот здесь вот, вы видите, друзья, вот здесь вот, где руководил галерий, что там происходит? Там христиане открываются тюрьмы, выходят просто куча христиан на свободу. Что у нас Константин? Хитрый парень. Константин. Знаете, на что он нацелен? Да, на всю империю. Но с чего нужно начинать? С Рима. Резко. Пока тут идет вся вот эта вот, а знаете еще с Диоклетианом какой прикол? Когда там все в тупик заходит, это еще жив был галерий, он же галерий-то принудил его к отречению, а потом, когда там все вообще в край зашло, он приходит к нему, говорит, Диоклетиан, помоги, помните, Москва слезам не верит, про него сказано. ему говорят, слушай, прискакал к нему галерий, начинает объяснять, он говорит, что империя, посмотри, какую капусту вырастила. Там был такой момент, это про него. Парень вообще просто, посмотри, какая капуста. Империя, империя, посмотри. В общем, Константин, пока все там, пока Диоклетиан за капусту, а галерий за тех, Константин на самом деле, ребят, полностью человек готовился к вторжению. Резко переходит Альпы и подходит, куда вы думали, к самому Риму. Максенций, вместо того, чтобы закрыться в стенах Рима и оттуда спокойно обороняться, кто-то ему дает совет и он бодренько выходит к Мальвиевому мосту драться и проигрывает с треском, падает с моста и тонет. Но вот весь прикол был в том, что было в ночь до битвы. А что было в ночь до битвы? Два христианских историка, которые лично знают Константина, говорят, что ночью ему было видение Константину. И что ему привиделось? В общем, вот это ему привиделось. Христос. Первые две буквы. Теперь смотрите, человеку просто видится это и звучат слова «сем победишь». человек утром дает повеление всем на счеты нанести вот этот знак и мы идем в бой с ним и он одерживает победу. Мораль такова. Константин, скажу вам так, он не обратился ко Христу этой ночью, это не было обращение, он жертвы потом еще приносил. Но что произошло? я не знаю было ли это видение от Бога. Но это теперь многие говорят, что он как бы, поймите, если ты идешь в языческий Рим, а Рим полностью языческий, то не христианским символом ты пытаешься там как бы, то есть скорее всего это было сверхъестественное посещение, где его видение было дано этим симпобедиш. Он это сделал и он выигрывает битву. И он понимает, вот тот Бог, который дал мне это видение, это серьезный Бог. И это Бог христиан. Вот скорее всего что было у Константина. А обращение Константина не произошло этой ночью. Крещение он принял на смертном адре. И вообще его крестили Ариане, чтобы вы понимали. Кто такие Ариане? Свидетели Иголы. Тогда они и были, да. В общем, это уже следующая часть мармезонского балета. То есть тогда не уложимся. Поэтому смотрите, Константин захватывает Рим. Здесь Галерий умер. И у него становится Лициний. Ну, вместо него ставят Лициния. У него, у Константина с Лицинием на самом деле очень все происходит полюбезно. Пока он идет завоевывать Рим, он Лицинию шепчет, я за тебя свою сестру отдам. Женю. Женю? Замуж отдам. Вы поняли. Они встречаются в 313 году в Милане. И вы уловили момент? И там выходит Миланский Эдикт. Помимо их общего договора, Миланский Эдикт говорит, что христианство, религия, то есть Галерий своим вот этим законом, который я вам прочитал, он что сделал? Он просто остановил гонение. А Константин с Лицинием, он объявил христианство, он не просто сказал, это у нас теперь религия официальная. вернуть им все здания, вернуть им все кладбища, все книги, то есть все полностью, то есть он восстанавливает. Вот какое было значение, то есть формально гонение остановили, остановил вот этот вот 311 год, но здесь Максимин Дая еще продолжал гнать христиан, но окончательный поворот вообще вот просто вот хоп и все, это конечно же Миланский Эдикт, понимаете? То есть грубо говоря, одно дело вас били, 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 а потом что говорят? Бить нельзя. Хорошо, мы не бьем, но реально сижу и жду, когда же в следующий раз. А тут закон говорит, не, алло, вообще нельзя бить. Понимаете? И вообще это наш человек, и все совершенно. Вот как говорится, цена вопроса. Но это же был горфат власти. Ой, вы не представляете, что там было. Константин отдал жену, сестру в 313 году тут же в Милане. В это время Максенции, ой, Максимин Дая нападает на Византии. Лицинии, срочно отбывает отвоевать Византии. Константин ждет удобного времени и нападает на Лициния. В общем, в 324 году Константин становится полноправным. там, друзья, там никакой чести, там просто ничего личного. только бизнес и все. Там его сестра приходит из пустыни, уже из Малой Азии, где-то там на территории Турции и просит, не убей моего Лициния, мужа моего, за которого ты меня замуж в Милане отдал. Он так уж и быть, пощажу его, пусть только от императорства отречется. Лициния отрекается и через пару лет как-то он так странное стечение обстоятельств. Константин, естественно, вы понимаете, к подсчету бюллетеней никого отношения не имеет, в общем, но как-то Лициния погиб. То есть, борьба за власть была и Константин видит важность города Византия, потому что это контроль над всей империей и ему достают языческие римляне сенат, которые там со своими верой предков и он берет и переносит столицу Византию, да. Вот так вот. Совсем. Совсем. Но, видите, правильно говорят историки. Смотрите, когда мы говорим о Константине, еще минутка вашего внимания, послушайте, мы не говорим о его обращении, как он обратился. когда мы говорим о Константине, мы говорим с вами о последствиях, которые для церкви имело его обращение. честно говоря, то, что мы сегодня с вами имеем, пусть даже мы сегодня с вами не совсем в этом живем, но тот статус, который сегодня имеет церковь и государство, я не буду показывать пальцами, хотя вы поняли, что-то был слоненок, то есть это все последствия союза меча и орала, это все последствия Константиновой эпохи. И вот этот период гонения, о котором мы с вами тут говорили, то есть церковь вдруг, вот в одночасье, она оказалась перед вызовом, которому она оказалась совсем не готова. И одним из явлений стало монашество, которое изначально было, когда были гонения Деция, Антоний, первый из монахов, о котором известно, он не первый был монах, он пришел мученически принять смерть, хотя бы пострадать, на него посмотрели, говорят, оборванец, иди вон отсюда, человек даже не смог. И уже до Константина было множество монахов, но после того, как в церковь ломанулись, вы поняли, кто? Просто люди не выдерживали омершвления церкви, и многие просто начали уходить в пустыне. Вот как родилось монашество. То есть монашество не было чем-то таким вот странным. Это было как реакция людей, ищущих Бога, как совершенно верно, протест на омершвление, абсолютно обезбоживание церкви. Потом, то есть то первоначальное монашество, которое было в Африке северной, это совершенно не то. Потом были две ветви. Западное монашество, там, с Мартина началось, это одно. Восточное монашество, это совершенно другое. Но как бы, вот если вернуться вообще к самому началу, то истоки монашества, они были совершенно ну, то есть совершенно другими. То, во что оно превратилось, мы никак это вообще не сравниваем с тем, чем оно было в самом своем начале. Монахи никого не призывают. Саша? Совершенно верно. Это вообще ярчайший пример монашества. То есть монахи не были первыми. Иисей это действительно да. Ну, а Иоанн где он проводил время? В пустыне проводил время. Чем не монах? Первый из известных монахов был Павел. У него отец был очень богатый. Отец умер. Он прочитал Писание, что там все нужно ставить для Христа. Он продал все свое имущество, раздался бедным, часть оставил для содержания родной сестры и ушел в пустыню. Потом дочитал Евангелие, что не заботится о завтрашнем дне. Чувствует, не все сделал. Вернулся, значит, у сестры все забрал, иди отсюда, продал все острино, вот теперь исполнил и со спокойной совестью пошел в пустыню. То есть ребята там были еще те. ну вот такая вот она непростая история. конечно же, я вам скажу, друзья, вызов стал, вот Константин просто, это было избавление для церкви, но с другой стороны, это было просто, ну, то есть такие блага на церковь упали, что просто церковь ну буквально не оказалось, ну оказалось не совсем, совсем не готово, да, не знали, да, я не демонизирую сейчас всю церковь, но были, сто процентов были, и Амбросий Медиаланский там отлучил этого императора от причастия, там в Каринфе было восстание, и я не помню, кто был императором, но он пообещал помиловать, а Каринфян казнил жестко, там до двух тысяч, и пришел причащаться, а Амбросий вышел, говорит, я тебя не пущу, грешник-то я такой, то есть противостал, то есть были люди, которые могли противостоять императору даже, ты что вообще там отлучил от причастия император, говорит, я тебя не пущу, но это, ну были такие люди, но в общем-то, конечно, стало официальное богословие, и вот до сих пор, внимание, 2000, какой у нас сегодня год, заканчивается 15, до сих пор и 16 обещает быть таким же, понимаете, и 17, то есть вот этого Константинова эпоха, она до сих пор еще живет и здравствует, да, восточная церковь, она более подвержена властям, Москва, которая приняла ее, она в большем союзе с властью, западная, помните вот этот наш первоначальный рисуночек, там, где они, она сама, ну как бы, она сама власть, ну вот это все, а началось все это когда? Тогда. Вот тогда легли все вот эти вот ну основы развития церкви. Мы же должны уже закончить, я так понимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok